Добрый день, друзья! Я Байя Чи, доктор натуропатии. И в сегодняшнем видео я поделюсь с вами своим опытом, что же я такое ем на ужин, чтобы у меня не было тяжести в животе. Остались в прошлом те времена, когда я ужинала после 18 часов. Раньше мой ужин мог быть и в 20 часов, и в 22 часа, и даже ближе к полуночи. И я никогда не задумывалась о том, что же происходит с той пищей, которую я закладываю в свой живот в такое позднее время. Почему крайне нежелательно ужинать после 18 часов? На самом деле наша пищеварительная система в 18 часов отправляется на заслуженный отдых. Весь день она работала по выработке определенных ферментов, соков, желчи, слюны. Совершались самые разнообразные действия и функции в нашей пищеварительной системе, чтобы вся пища, которая поступила в течение дня, была хорошо переварена, расщеплена и усвоена. А также, чтобы в результате пищеварения не образовалось очень много тех отходов, которые в отделительной системе будет трудно вывести. Таким образом, с утра и до 18 часов наша пищеварительная система выполняет довольно большую работу. И после 18 она перестает эту работу выполнять. Это очень естественно, какую-то часть дня работать и какую-то часть дня отдыхать. В противном случае, если мы не будем отдыхать, мы не сможем восстанавливать наши силы, мы не сможем аккумулировать энергию для нового рабочего дня. И мы всегда будем испытывать слабость, бессилие, хроническую усталость. И работники из нас в таком случае будут просто никакие. Поэтому природа всё предусмотрела, и нам отведено время на отдых. Пищеварительная система – это точно такой же живой организм, как и мы с вами, люди, и она тоже нуждается в отдыхе. Что происходит, когда мы закладываем в себя пищу после 18 часов? Эта пища остаётся нерасщеплённой или, точнее сказать, недорасщеплённой. Организм пытается выработать определённые вещества, которые нужны для расщепления этой пищи. Но у него это очень плохо получается. Таким образом, пища остаётся недорасщеплённой. Если это была тяжёлая пища, мясо, рыба, какие-то крупы, то эта пища до самого вашего сна остаётся лежать в желудке. И это самый плохой вариант развития событий. Тот самый эффект тяжести в животе, который не даёт вам уснуть, который способствует плохому сну, частому просыпанию. А утром, когда вы встаёте, вы чувствуете себя разбитым. И это происходит именно потому, что всю ночь ваш организм толком не отдыхал. Он пытался переварить эту пищу, но у него это не получилось. Уже теперь по известным нам причинам. Поэтому организм очень устал за ночь пытаться делать невыполнимую работу. Кроме того, вы утром можете почувствовать неприятный запах от тела, изо рта. У вас будет такой тусклый взгляд. И всё это будет говорить о том, что вы уже являетесь жертвой интоксикации. Это значит, что пища, которая не расщепилась у вас в желудке или в тонком отделе кишечника и лежит там в нерасщеплённом виде, она начинает гнить, подгнивать, бродить. И эти процессы сопровождаются выделением токсинов. Эти токсины попадают в кровь через тонкие стенки кишечника и отравляют вас. Поэтому вы можете чувствовать и головную боль, и тошноту, и другие неприятные симптомы. Вот что значит поужинать очень поздно. Это нанести себе существенный вред. И рано или поздно такие поздние ужины, в конце концов, приводят к хроническим заболеваниям пищеварительной системы. Потому что образование токсинов, а также выделение слизи от непереваренной пищи приводит к воспалительным процессам в организме. На самом деле многие об этом слышат, что ужинать после 18 часов нежелательно. Но далеко не многие выполняют это правило, потому что ими движет банальное чувство голода. Когда приходит голод, то справиться с ним бывает очень трудно. Именно потому, что это природный инстинкт. Это инстинкт, направленный на выживание человека. И заглушить в себе этот инстинкт, обмануть свой организм практически невозможно. Так что же делать, если голод пришел после 18 часов, но при этом вы понимаете, что поздний ужин это не полезно? Поделюсь с вами своим опытом. Нужно употреблять ту пищу, которая очень быстро может расщепиться у нас в желудке и в кишечнике. И не создаст вот тех самых неприятных ощущений, и не приведет к воспалительным процессам, о которых я говорила выше. Что же это за пища, которая легко расщепляется? Конечно, это сырая растительная пища, такая как овощи. Я не рассматривала фрукты на ужин по той причине, что если в течение дня мы ели вареную крахмалистую еду, то употребление фруктов на ужин приведет к процессам брожения в кишечнике. А это очень нежелательный процесс, который приводит к загрязнению. Дело в том, что для расщепления сырых овощей пищеварительная система выделяет минимум ресурсов, потому что максимум и не требуется. Сырые овощи состоят из сока и клетчатки. Сок усваивается очень быстро, а с клетчаткой разбираются наши полезные бактерии в кишечнике. Именно поэтому такая пища не нагружает нашу пищеварительную систему. Первое время такая еда кажется недостаточно сытной. Ужин кажется неполноценным, даже ущербным. Но я вас уверяю, что это всего лишь первое время. Возможно, первую неделю, может быть дней 10, вы будете привыкать к такому легкому питанию. И вам местами будет некомфортно на сырых овощах. Но очень скоро вы к этому привыкнете. Я не советую добавлять в такой салат орехи даже перетертые или цельные семена. По той причине, что ни орехи, ни семена в цельном виде, ну пусть даже разжеванном, не усваиваются. У нас нет таких ферментов, которые бы могли расщепить орехи или семена. Чтобы получить пользу из орехов или семян, мы можем их употреблять в виде молока. У меня иногда всё-таки бывают и более поздние приёмы пищи, чувства голода, которые вдруг рождаются вечером. И ты понимаешь, что чем терпеть это чувство голода, лучше его удовлетворить. Так вот, я для себя открыла очень удобную вещь. Это протеиновый коктейль. Протеиновый коктейль стал для меня просто находкой. Во-первых, это очень лёгкий вариант еды. Он содержит в себе дневную норму белков, жиров и углеводов. Но это белки, жиры и углеводы в очень лёгком формате. То есть это ферментированный сывороточный протеин, обогащённый полезными жирами, волокнами. Это практически готовая пища к усвоению, потому что она ферментированная. Ферментированные продукты – это те, которые вне нашего тела были уже обработаны бактериями и которые уже готовы практически к моментальному усвоению. Более того, такие продукты обогащены пробиотиками и перебиотиками, которые тоже играют очень положительную роль в быстром усвоении и в отсутствии каких-то неблагоприятных последствий. Такие, например, какие мы имеем, если недостаточно ферментов, например, для расщепления животного белка. А ферментированный продукт – это как раз продукт, подготовленный для расщепления, поэтому он обычно у всех людей очень хорошо и быстро усваивается. Таким образом, когда я употребляю протеиновый коктейль на даже поздний ужин, предположим, в 19 или 20 часов, я твёрдо уверена в том, что у меня не будет никаких неприятных последствий после употребления такого лёгкого ужина. По сути, это напиток, который насыщен белками, жирами и углеводами. И даже если ваше питание в течение дня было не очень полноценным, это были какие-то перекусы, возможно, фастфуд или что-то в этом роде, то вы можете быть уверены, что употребляя вечером за ужином вот такой обогащённый протеиновый коктейль, вы как раз получаете всю дневную норму необходимых питательных веществ, которую вы недополучили в течение дня. Я знаю, что многие думают, что для них поужинать стаканом коктейля это вообще не вариант, потому что не почувствуешь какого-то насыщения. В таком случае могу вам сказать, что чтобы прийти к такому состоянию, когда стакан коктейля действительно тебя насыщает, нужно поработать над собой. Когда микрофлора у человека по большей части патогенная, то действительно очень трудно прийти к согласию с собой в плане чувства насыщения. Так вот, есть компромиссный вариант. Если вы всё-таки хотите поужинать более плотно, чем стакан коктейля, есть масса рецептов, которые состоят из растительной пищи, даже термически приготовленной пищи, но мы включаем в эту пищу протеиновую смесь как составную часть блюда для его обогащения. И это тоже очень хороший вариант для тех, чьё питание в течение дня было так себе. В этом видео я покажу вам один рецепт, который я придумала для себя из баклажанов и соуса из авокадо, в который я как раз-таки добавила протеиновую смесь и обогатила это вегетарианское блюдо белковой составляющей. Я знаю, что многие люди очень озабочены тем, чтобы у них в питании было достаточно белка. Но на самом деле я к этому отношусь довольно скептически. Я не слежу за нормами белка и считаю, что если в организме здоровая микрофлора, то сами бактерии будут регулировать уровень аминокислот, которые они могут синтезировать даже из растительной пищи. Но я согласна с тем, что это такой более продвинутый уровень для людей, которые уже несколько лет занимаются своим здоровьем и оздоровлением своего питания. Поэтому для начинающих вполне допустим ужин из термически приготовленной растительной пищи, но для того, чтобы обогатить ее белковой составляющей, мы используем как раз протеиновую смесь. Блюдо получается легким, очень вкусным, полноценным, довольно насыщающим и в то же время не утяжеляющим состояние вашего живота. Посмотрите это коротенькое видео, приготовьте себе это блюдо или какое-то другое с участием протеиновой смеси. И очень скоро вы почувствуете, что легкий ужин и ваш легкий живот это вполне реальные вещи, которые вы можете сами себе сделать своими руками. От всей души желаю вам, чтобы вы всегда испытывали чувство легкости в животе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова